Подскажите, как от теоретических знаний о том, как правильно поступать и жить по-христиански, получена эта информация из Евангелия, теоретических трудов и так далее, перейти к практической их реализации? Знаешь, как нужно поступать, а на деле каждый день одни и те же грабли, грехи, раздражение, осуждение, ленность, эгоизм. Вот бывает нет сил, ни душевных, ни физических. Но видите, апостол говорит об этом, все апостол Павел говорит, если мы внимательно читаем апостол Павел, что я несчастный человек, я хочу то хорошее, но делаю по-другому. У меня есть понимание, что как надо жить, но я и так не живу. И в то же время, видите, Бог все равно нас держит. Держит. И это держание Бога нас, чтобы мы не ушли на страну далече, оно должно давать какие-то плоды. Ты же понимаешь, вот если ты понимаешь, что уже дальше никуда ты не уйдешь, ты уже отказался от иллюзий, значит, уже очень-очень хорошо. А когда ты заражен грехом, и когда ты жил в одном совершенно жизненном каком-то понимании пространстве, и вдруг ты, понимаете, сейчас вот сейчас надо жить с Богом, и Бог должен тебе руководить твоей жизнью, но ты, наверное, пока к этому абсолютно не готов. Но это не значит, что надо отчаиваться, нет. Надо потерпеть себя, в том числе. Надо сделать то, что ты можешь. Мы же действительно что-то можем сделать. Мы все не можем, но что-то мы можем. Помолчать. Понимаете? Помолчать. Потерпеть где-то. Признать свою ошибку. Хоть в малом. Верный в малом будет мерен большом. Мы не можем много. А бывает так, что человек говорит, но я не могу читать то правило, которое я читал раньше. Я оставил молиться. Ну, так зачем оставлять? Но читай немножко. Внимательно. Немножко читай. Хоть сколько, понимаете? Ну, не надо оставлять все. Не надо этих то все, то ничего. И рак на безрыбье, и рак рыба, понимаете? И поэтому у нас вот пока человек горд, и он вот хочет максималист такой, и вот когда у него все что-то не получается, он уже унывает и отчаивается, это говорит о том, что человек не может правильно строить свои отношения с Богом, и пока он не смирится, все будет ломаться, рушиться, все. Понимаете? Вопрос, вот вопрос в чем. Чтобы я действительно захотел новой жизни, чтобы я, вопреки логике, вопреки моим чувствам, желаниям, моим греховным навыкам, моим страстям, моим каким-то мечтаниям, моим каким-то саможелением, чтобы я сказал, что все это все, я от этого отказываюсь, я хочу жить со Христом. Если это произойдет, все, это уже перелом. Но это должно произойти, правда ведь? Если для нас это важно. Если для нас это не важно, если это не самый основной вопрос в нашей жизни, тогда бессмысленно о чем-то говорить, понимаете? Потому что Господь не делит нас. Дай мне твое сердце, вот, не десятину каких-то своих плодов и приобретений, не какие-то минуты или часы твоей жизни, а всю твою жизнь. Весь живот нас Христу Богу предадим. И только тогда происходит перелом, и только тогда человек начинает по-настоящему жить. А эта жизнь, понимаете, это страшная война со своей природой. И в этой жизни рождается новый человек. А пока мы себя оправдываем, ну, я еще так, понимаете, я еще поживу. Когда произойдет этот перелом, я не знаю. У каждого по-своему. Но он должен произойти. Вот все те малые труды, все то, что у нас все-таки накоплено в нашей жизни, связанное со Христом, все-таки должно в какой-то момент принести какой-то плод. Вот этот плод, вот это вот мое решение, что все, жизнь кончена. Как мы вчера были на выпускном вечере детского сада, который... И пришли на монашеское собрание. Я говорю, матушка, мы были в раю. Сейчас мы уже не в раю. Далеко не в раю. Понимаете, дети вообще, ну, это класс. По 6 лет дети еще, понимаете, это вообще такая искренность, такой свет вообще, понимаете, как они там... Ну, как просто все у них, понимаете, как это все цельно, как это все действительно красиво. Хотя в них уже есть грех. Они уже научились от своих родных многому чему-плохому, но все-таки еще вот эта чистота, она поражает, понимаете. Она поражает. Вот к этой чистоте, к красоте. Надо идти. Нам с вами. А понимаете, как мир пытается, вот как он этого ребенка будет обрабатывать со всех сторон. И что будет там даже через 10 лет, они уже будут другими совершенно, и глаза будут другими. А нам нужно наоборот, понимаете. Вот мы пришли к Богу, и нам нужно молодеть в Боге. И богатеть, и молодеть. И нам нужно становиться дураками для этого мира, да. Нам нужно становиться такими простофильями для этого мира. А зачем ты будешь? Держи свою марку, держи свою, как бы сказать, гордость. Ты ж не будешь тут, как бы сказать, перед всеми смиряться и всем уступать. Воюй за свою свободу. Ну и свобода ли это? Вот в чем дело. То есть у нас обратная перспектива. Мы, придя к Богу, мы должны умалиться. И последний станет первым. То есть я иду в обратном направлении, в том направлении, против течения, против того, как мир воспитывает, как мир учит. Я начинаю все то, что я приобрел, отказываться от этого. Не надо мне мою я. Не надо мне, чтобы я был первый. Не надо мне, чтобы я тут, понимаете, переспорил всех, чтобы все делали так, как я говорю. Мне это не надо. Я хочу только остаться с Богом. Не хочу я приобретать все ценности этого мира. Они мне не нужны. Мне нужен мир внутри себя. Понимаете? Это против этого мира. И мир это не прощает. Ты становишься в этом мире изгоем. Ты становишься тем, кого надо уничтожить. И враг это пытается делать. Но Бог ему не дает это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok